Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Итак, Даник, София, сегодня у нас уже третий день соревнований. Вы показали, что вы очень сильные соперники, и борьба предстоит очень серьезная. Сегодня, ребята, мы с вами будем отвечать на вопросы теста. Вы знаете, что такое тест? Это когда машины учатся. Даник, ты, наверное, имеешь в виду, что когда сдают на права, там сдают тесты. Проходят через такое испытание, как тест, да? Правильно, действительно. Мы сейчас, ребята, с вами тоже пройдем через тест. Я буду вам читать вопрос, а вам необходимо поднять правильную карточку. Единицу, двойку, либо тройку. В зависимости от того, какой вариант ответа вы выберете, ребята. Каждый правильный ответ – две фишки. Еще одна тому, кто справится быстрее, кто быстрее поднимет нужную карточку. Итак, я задаю вопрос и три варианта ответа. Если вы выбираете первый вариант, то поднимаете единичку. Итак, первый вопрос нашего теста. На скорость, не забываем, не спим. На какой свет надо переходить дорогу? Варианты ответов. Первый – желтый. Второй – красный. Третий – зеленый. Зеленый. Каким у нас, Даник, по счету был зеленый цвет? Я же назвала его третьим. Но ввиду того, что ты знал, просто не поднял неправильную карточку. Мы тебе засчитаем этот ответ. Даник, нужно было поднять тройку. Я же его третьим назвала. Три – красный. Нужно было поднять тройку. Как сделала София? Три фишки Софии за скорость и за правильный ответ. И две фишки Данику за правильный ответ. Но в следующий раз, Даник, будь более внимательным. А иначе в следующий раз тебе не дам, если поднимешь неправильную карточку. Следующий вопрос. Если на дорогу выкатился мячик, надо. Первое – попросить взрослого принести его. Второе – быстренько побежать и забрать. Третье – побежать и забрать, если нет машин. Первое – попросить взрослого принести его. Второе – так. Вы решили, что нужно побежать и забрать его, если нет машин? Ребят, здесь вы ошиблись, потому что самый верный, самый безопасный способ – это попросить взрослых. Нужно именно так поступать, просить взрослых, чтобы они принесли вам мяч. Ясно? Запомните, если мячик выкатился на дорогу, сами не идете, а просите взрослых. Клади карточку, Даник, фишки у меня остались. Последний, третий вопрос, будьте внимательны. Как надо правильно переходить дорогу? Первое – на красный свет, второе – по светофору или пешеходному переходу, третье – быстро перебежать, пока нет машин. Правильно. Нужно по светофору либо пешеходному переходу. Молодцы, ребята, правильно. Даник, держи за правильный ответ тебе две фишечки. И три фишки Софии за правильный ответ и быстрый ответ. Молодец. Считайте фишек, сколько заработали в первом конкурсе, он уже закончился. День, два, три, четыре. Четыре. Ой, шесть. Шесть у Софии и четыре у Даника. Хорошо, ребята. Мне кажется, что вчерашний урок вы выучили просто на отлично. Но нам пора продолжать. И сейчас встреча с нашей хорошей знакомой из госавтоинспекции, тетей Олей. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо. Если вы смотрели наши передачи раньше, то уже знаете, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу. Они бывают разные. Наземные по светофору или зебре. Подземные через тоннель под землей и надземные. Это такие пешеходные мосты над проезжей частью. А сегодня мы с вами поговорим про островок безопасности. Что же это такое? Сейчас разберемся. Если прочитать правила дорожного движения, то можно узнать, что островок безопасности – это часть наземного пешеходного перехода. Когда проезжая часть очень широкая и пересекать нам приходится много полос движения для автомобилей от четырех и более, то часто для безопасности перехода пешеходов по середине проезжей части обустраивают этот защитный элемент. Например, вы пересекаете дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Но так как дорога очень широкая, то сигнал начинает мигать. И перейти всю дорогу вы не успеваете. Поверьте, перебегать остаток широкой проезжей части – очень плохая и опасная идея. Для таких случаев предусмотрен островок безопасности, где вы спокойно можете подождать следующего зеленого сигнала. Кстати, островок безопасности всегда выше, чем сама проезжая часть, и его границы обозначены бордюром. Если мы идем по переходу, и он весь вровень с проезжей частью, то нам на таком пешеходном переходе по середине дороги ни в коем случае останавливаться нельзя. Ну что же, игра продолжается. Завтра финальный день. Готовьтесь хорошенько. А я пока прощаюсь с вами до завтра. Желаю успеха в игре и безопасности в жизни. Даник, София, сейчас у нас последний конкурс на сегодня. Вам необходимо будет отвечать на мои вопросы. А правильный ответ искать на стенде и на скорость приносить мне. Правильный и быстрый ответ стоят три фишки. Просто правильный стоят две фишки. Ну что, начинаем? Хорошо. Тогда первый вопрос. Под ногами у Сережки полосатая дорожка. Смело он по ней идет, а за ним и весь народ. Побежали. Правильный ответ ищем. Что за полосатая дорожка? Быстрее, скорость. Так, правильно. Ребят, о чем речь? Что это у нас? Пешеходный переход. Либо? Зебра. Зебра. Правильно. Даник, три фишки за правильный ответ. София, три фишки за правильный и быстрый ответ. Опа, опа. Вот она еще одна. Держи. Второй вопрос. Их видно повсюду. Их видно из окон. По улице движутся быстрым потоком. Они перевозят различные грузы. Кирпич и железо. Зерно и арбузы. Марш. Быстрее, быстрее. Скорость, скорость. Молодец, Даник. Молодец, София. О чем речь? Что это у нас? Что это? Грузовая машина. Грузовик. Правильно, Даник. На этот раз Даник получает три фишки за правильный и быстрый ответ. И Софиюшка получает две фишки за правильный абсолютно ответ. Здесь не катится автобус. Здесь трамваи не пройдут. Здесь спокойно пешеходы вдоль по улице идут. Для машин и для трамвая путь дорога есть другая. Побежали. Где это у нас пешеходы ходят? Даник. О чем речь? По проезжей части едет машина. А пешеходы София ходит где? По тротуару. Молодец. Хорошо. Даник, неси обратно свою отгадку неверную. София получает у нас три фишки. Молодец, София. Клади. И последний вопрос. Слушаем внимательно. Милицейских нет фуражек, а в глазах стеклянный свет. На любой машине скажет, можно ехать или нет. Марш. Быстрее, быстрее, быстрее. Ай, молодец. Даник чуть-чуть опередил Софию. Молодец. Что это у нас, ребята? Светофор. Светофор. Хорошо. Держи, Даник. Три и София две. Ну вот, все фишки на сегодня у меня уже заработали. Ребят, считайте, сколько в третий конкурсный день фишек вам удалось заработать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, десять. Давай быстрее, София. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. А у Софии шестнадцать. Все, ребят, завтра у нас финальная игра. Серьезно готовимся и встречаемся завтра. Пока, ребята. До встречи. Пока, пока. Пока, пока. Субтитры подогнал «Симон»!